Привет! И давайте поговорим сегодня про возраст. Про возраст с позиции осознанного человека. Не знаю, как у вас, у меня лично, я всегда помню, были какие-то цифры в голове. В 10 лет это казалось, что я буду очень взрослая, 15 лет, у меня наконец-то будут какие-то свидания, 20 лет я стану самостоятельной, 30 лет я буду супер успешной, невероятной, потрясающей. 40 лет не укладывалось в моей голове. И вот я на пороге 40. Понимаю, что все, по сути, только начинается, и совершенно не понимаю уклада цифр. Да, мне будет 40. Да, я развелась. Да, у меня двое детей. У меня классный бизнес, любимое дело, я бы даже сказала так. У меня множество увлечений. У меня прекрасные отношения с самым рядом замечательных людей. У меня есть классные друзья, я могу путешествовать. И даже несмотря на то, что в моей стране война, я по-прежнему живу и каждый день наслаждаюсь жизнью. И вот когда-то мне казалось, что 40 нет, а они существуют. Но я знаю других людей, которым тоже 40, которые уже выглядят совсем не так, как я. У которых уже в голове есть ощущение, что самое лучшее позади. Которые уже начинают жить ради детей. Которые уже сильно недовольны отношениями, которые у них были, или, возможно, которые есть. Которые уже не строят никаких планов на новые отношения. Потому что либо мужики козлы, либо все хорошие заняты, либо чувство неуверенности в себе, в том, как я выгляжу, в том, что я из себя представляю, слишком большое. И вот человек смотрит и говорит. Ты знаешь, Оля, ну мне же уже 40. Я уже, и как вы так знаете, говорит об этом с чувством неудобства. С чувством неудобства, как перед доктором, вроде бы откровенно. Но с чувством неудобства, что мне же уже столько лет. И я смотрю и думаю, как по-разному мы воспринимаем эти цифры. Ведь по сути, по сути, цифры ни при чем. Если мы поговорим с вами про закон притяжения, то можно сказать очень просто. Что как мы себя ощущаем, какую энергию мы ощущаем, то мы и притягиваем. И заметьте, здесь нет в этом законе ничего про возраст. Что если в 20 ты ощущаешь в себе прилив сил и веришь в себя, что ты классная, ты притянешь, а в 40 нет. Нет, здесь история про то, что ты ощущаешь. И вы знаете, в разном возрасте люди ощущают разные эмоции. Причем возраст здесь ни при чем. И в 20 можно чувствовать себя полным неудачником. Можно ощущать, что ты еще ничего не знаешь, не умеешь, не умеешь зарабатывать. И помните, как это, что ты недостаточно привлекательна, сексуальна или опытна. Поэтому мужчины на тебя не обращают внимания. Что у тебя нет опыта в работе и тебя никто не возьмет. Что ты еще слишком молодая, никто серьезно не будет к тебе относиться. Ведь те же эмоции можно ощущать в абсолютно разном возрасте. Так неужели вопрос в цифрах? Неужели вопрос в том, сколько тебе лет? Меня всегда жутко бесила и даже раздражала фраза «Он старше тебя, ты должен его уважать». Или «Ты должен его слушать». Я всегда еще в детстве задавала этот вопрос. А если он старше, значит ли это, что он успешнее, что он может быть для меня примером? В чем? В чем этот человек, например, который сидит, пьет, бьет свою жену или вообще никак не реализовывается? Да? Почему? За что я должна его уважать? То, что он прожил на какое-то количество лет больше, а если я в своем возрасте имею уже совершенно другой набор навыков, привычек, качеств? Если я уже более ответственна, неужели я должна его уважать? Заметьте, когда мы начинаем включать свой мозг по назначению, когда мы начинаем не просто молча соглашаться и делать то, что нам говорят, а думать, проявляются очень интересные вещи. Так, например, я всегда говорю своим детям, когда они очень боятся учителя, потому что он может поставить им плохую оценку, перевернуть ситуацию и задать вопрос учителю. А почему ты, учитель, находясь на своем месте, не сделал так, чтобы мне было интересно получать от тебя информацию? Чтобы мне хотелось ходить на твой урок, ведь это твоя прямая обязанность. Не поставить мне тройку, не унизить меня, не сказать мне о том, как я ничего не учу и не делаю, а заинтересовать меня. Если ты не умеешь это делать, если твои ученики получают плохие оценки, значит, ты профнепригоден. Ведь вы же не придете ко мне на тренинг, если вам неинтересно. Я же не скажу вам, но я вам записала неинтересные уроки, но это ваши проблемы. Вы же не придете в ресторан, где невкусно приготовлено, и не заплатите за это деньги, а ресторан вам скажет, мы приготовили ваши проблемы, что вам не понравились, вы плохо ели, вы не распробовали. Учитесь думать, сколько бы лет вам ни было. Учитесь думать у своих детей, учитесь наблюдать за ними. И поймите, что возраст – это всего лишь набор цифр. И в зависимости от того, как вы следите за собой, думая, понимая в 20, что вам необходимо тренировать свое тело, что вам необходимо его поддерживать так же, как в 10, 20, 30, 40 или 50. Вы же, покупая новый автомобиль, не говорите, что он же новый, зачем его заправлять, зачем его мыть, зачем его обслуживать. Он же новый, это старую машину, за ней надо следить, а за новой нет. Нет, вы следите за ней. Так почему же вы не хотите следить за собой? Почему же вы не понимаете, что то, что вы делаете с собой в 20, в 30, в 40, напрямую отразится в вашем завтрашнем дне, что ваше будущее создается сегодня? И если сегодня вам уже 30, 40, а может быть даже 50, представьте, что вам может быть и 100, и что сейчас вы находитесь на третьей своей жизни, на четверти проживания своей жизни, или даже на половине. Даже если у вас впереди гор 2, 5 или 10, это очень много с позиции ежедневного проживания. И вместо того, чтобы начинать себя хоронить, искать для себя какие-то отметки того, что вы уже пожилой человек, вам уже все сложно, спросите себя, а хочу ли я продолжать жить? Или я уже готовлю себя куда-нибудь на цвынтер? Подумайте про это, ведь возраст, по сути, это пузырь. А вот ваше умение думать, ваша осознанность, ваше умение размышлять, вот что является ценностью. И эта ценность может и должна проявляться в любом возрасте. Я буду в каждом своем видео рассказывать вам о своем марафоне Рерайтер жизни, потому что это ключевой продукт, который должен пройти каждый человек. Потому что он учит не только думать, он учит не только создавать свою реальность, он учит не только понимать, как все устроено, он учит быть вас счастливым здесь и сейчас, не откладывая жизнь на потом. Поэтому если вы услышите от меня, приходите на Рерайтер жизни, знайте, что это именно то, что вам нужно. Но если у вас есть какие-то ко мне вопросы, пожелания или просто благодарность, что является мощнейшей энергией, не останавливайте себя, пишите.